привет друзья сегодня у нас 23 апреля 2018 года и вот сегодня утром рано объявили что герцогиня кембриджская кейт миддлтон жена принца уильяма доставлена со схватками в больницу лондона частное отделение клиники сент-мэри как вы надеюсь знаете что кейт и вильям герцог и герцогиня кембриджские или вильям это внук нашей нынешней королевы елизаветы второй и сын принца чарльза стоит на втором очереди после смерти елизаветы второй значит вот они ждут этого ребенка кейт миддлтон и принц уильям у них уже ребенка а вот сейчас они ожидают третьего еще пока абсолютно непонятно и держится в тайне пол будущего ребенка и поэтому вся англия замерла в ожидании и вот как сейчас сообщили по бибиси что в общем там тысячи и тысячи желающих посмотреть поучаствовать в том числе журналисты все хотят срочные новости этих узнать первыми и все ждут осадили в общем-то тысячи журналистов вот это частное отделение клиники сант-мэри клиники в лондоне в которой сейчас находится кейт вот у нее с утра схватки значит возможно что сегодня она этого ребенка и родит но пол ребенка как говорится сохраняется в тайне хотя уже слухов по этому поводу ходит огромное количество некоторые говорят что принц уильямс уже при проговорился об имени будущего ребенка что это будет девочка и что они хотят назвать ее элис но вы знаете потом еще такие слухи ходили что чуть ли не даже двойня ожидает кейт миддлтон так как у нее была очень сложная беременность и она лежала очень долго на сохранении в общем там говорят что практически у нее была даже жизнь подвержена опасности в первые месяцы беременности был журкий токсикоз и я стараюсь вам показывать эту красоту но вы знаете сегодня у нас опять ветреный день хотелось бы чтобы вы все-таки слышали еще и мои комментарии понимаете как вы знаете у принца уильяма и кейт миддлтон уже есть двое детей первый кейт миддлтон и уильям родили первого ребенка это было 24 июля в 13 года родился у них сын джордж ну или георг по-нашему джордж александр луи и потом через два года они родили еще девочку 2 мая 2015 года у них родилась девочка шарлотта елизавета диана вот и вот сейчас они ждут третьего ребенка а я вот гуляю по бинстед хилл с вами друзья их и показываю вам вот эту красавицу черри про которую я рассказывала которая у нас вот сейчас начала цвести повсюду до красавица черри цветет везде по всякому красота неописуемая так вот друзья сейчас вся англия замерла в ожидании третьего наследника прекрасной пары уильяма и кейт вы знаете что вот конечно на них возлагается огромные надежды у всех британских подданных потому что в общем после того как погибла принцесса диана и после этой страшной скандальной истории вот когда узнали что принц чарльз имел постоянную любовницу камилу паркер бол которую он любил как выяснилось всю жизнь и в общем это папа послужило причиной развода принцессы дианы и принца чарльза и вот скорости после ее развода она и погибла как вы знаете эта история с разводом и вот с этой вот камилой паркер болс которую в общем-то британское общество не приняло и терпеть не может это все по в общем-то слу послужило тем что был нанесен урон репутации королевской семьи и в общем-то довольно таки долго все это было на слуху все это массировалось особенно когда погибла принцесса диана там были сложности с ее похоронами когда королева даже не спустила флаг как обычно делается когда гибнет кто-то из royal family из королевской семьи ну то есть в общем были там большие сложности по этому поводу и поэтому на читу кейт и уильямса возлагается огромная надежда что они оправдают ожидания британцев и что они будут в общем-то примерной парой примерной для всех британцев чтобы никаких разводов больше не последовало и королева очень бдительно следит за этим всем и вот надеемся что все у них будет хорошо но по крайней мере вот сейчас вот сейчас когда все с нетерпением ожидают третьего ребенка кейт и уильямса и вся британия как я уже сказала замерла в ожидании а я вот имела неосторожность свернуть вот на такую маленькую тропиночку вы знаете и представляете посмотрите куда я попала и что с моими прекрасными ножками теперь ай-яй-яй вот есть тут такие тропиночки друзья и по которым я обычно гуляю мне очень нравится ну вот вернее не вот это конечно тропинка мне нравится но это вот сворачиваешь центральной улице немножко проходишь по такой тропиночки и потом выходишь в лесок и вот я свернула хотела вам показать это все и представляете залезла в такую грязь и испачкала свои чудесные башмаки похоже что как-то еще очень рано ходить по моим вот этим заветным тропам потому что дождь каждый день вот видите сейчас вот выберусь ну вот наконец таки я выбралась вот на улицу опять на центральную вы знаете я почему люблю такие вот закоулочки потому что во первых они неизвестны людям которые здесь не живут и таких закоулочек как довольно таки много и вот ими пользуются для того чтобы срезать какой-то длинный путь но вот и я решила срезать и видите я испачкала ноги испачкала свои свои беленькие очень красивенькие шусь ботиночки ну ладно ничего а вот видите какая темная магнолия красивая необычная цветы темная темная очень необычная очень симпатичная ну вот друзья будем наблюдать я вернулась к своему первому рассказу о том что кейт миддлтон попала в больницу со схватками будем наблюдать будем смотреть кто родится будет очень интересно хотя вы знаете опять же большой большой конфуз и не очень-то хорошо так скажем да потому что хотели 21 апреля дню рождения королевы елизаветы принести преподнести подарок вот ублажить старушку как говорится и родить вот третьего внука ей третьего правнука вернее что я говорю вот но к сожалению не получилось у кейт родить 21 апреля а вот 23 надеюсь все будет в порядке будем ждать новых новостей с вами я прощаюсь вам доброго пока пока